Приветствую вас, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. У нас снова поменялся Мирополис, поэтому формат и для меня сейчас является новым. Коллеги, отпишите, пожалуйста, в чате, слышно ли меня. Супер. Сейчас проверим, как видно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Коллеги, напишите, пожалуйста, видно ли экран презентации, и мы начинаем. Продолжение следует... 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 Именно пассажирских поездок первые пассажиры проехались в тропическом Юникаре уже так вот официально в июне 2021 года. Мы видим, что некоторая линия продления в виде проектов намечена с научно-инновационного парка Шаржи. И я хотел бы вам показать, что происходит прямо сейчас. Даже вот CNN Business это статья, которая несколько уже устарела, хотя фактически это в июле произошло. Но я хотел бы очень серьезно остановиться на этой статье, потому что эта статья была разработана самими CNN как желание показать сферу инновационного транспорта и инфраструктуры. Здесь написано, что в июне белорусски базируемая компания показала 400-метровый тестовый участок в Шарже. И здесь сказано, что вообще весь интерьер задизайнен таким образом, что пассажир будет себя чувствовать буквально в самолете первого класса, в бизнес-классе. А мы знаем, какой на картинках я много видел. И мне очень хотелось раньше пролететь бизнес-классом, но сейчас нет такого желания, потому что я хочу проехаться на тропическом юникаре, так как это заменит перемещение бизнес-классом на авиатранспорте в самом лакшери исполнении. И это только первая версия, то, что было показано в тропическом юникаре. Также это оптимизация освещения в зависимости от настроения, состояния, лаунжевая музыка, это панорамные окна, это суперудобные кресла и регулируемые кресла с различными функциями массажа и так далее. Я думаю, они там присутствуют, стоит предположить. И Стефани Хак, партнер компании McKinsey & Company, также привела свое небольшое исследование и сравнила Skyway. Вот это с чем мы встречаемся на самом деле наиболее часто, возражение, контраргумент, что Skyway это как канатная дорога. Она сказала, как эксперт, это экспертное мнение, это не мнение, допустим, каких-то партнеров, инвесторов. Вы можете приводить это мнение, что на канатной дороге есть возможность перемещения только одного типа машины, и это простейший механизм, я от себя уже добавлю. И всегда все перемещается по одинаковому принципу, с одинаковой скоростью. В скайподах может модернизироваться и модифицироваться множество видов подвижной состава для конкретной инфраструктуры и для конкретного применения в конкретном адресном проекте. И также Хак добавила, что в принципе это повышает спрос на решение мобильности. А мобильность это тренд. Мобильность это тренд, начиная со стран третьего мира, заканчивая Европой и Россией, потому что тройка также сейчас задумывается. Ну знаете, карта тройка, московская и вообще-то как бы федеральная сейчас транспортная сеть, они задумываются о повышении мобильности. Но возможно ли ее повысить с существующими транспортными решениями? На этот вопрос отвечает как раз таки компания Unit Sky Stream Technologies. И стоит отметить, что компания планирует зафиналить свой первый коммерческий контракт уже в конце этого года. Это сплошь и рядом прослеживается непосредственно в СМИ, в элитных, в респектабельных очень средствах массовой информации. Не просто в желтой прессе. И мы все помним, что Анатолий Эдуардович неоднократно говорил, что как минимум три коммерческих проекта, контракта на них будет заключено. Поэтому я думаю, что даже в этой статье говорится неполная информация во избежание вытекания конфиденциальной информации в информационное поле. И это говорит о том, что Юскайподы уже будут вовсю перемещаться и формировать концепцию нового пассажирского трафика в 2024 году. И представьте, насколько короткий промежуток. Потому что я сравню, например, с недвижимостью. Почему-то люди, когда покупают на стадии котлован и являются достаточно рисковыми инвесторами в недвижимость при текущей нестабильной достаточно экономической ситуации, они думают, что 2024 год это не так далеко. Или даже 2025 год, а не факт, что достроят дом. Здесь же компания, которая является серьезным технологическим стартапом, утверждает, не предполагает, не дает какое-то вероятностное значение, а конкретно утверждает, что 2024 уже будут перемещаться подвижные составы. Представьте, насколько экспоненциальный рост может просто по параболе возникнуть. Мое любимое слово – это сетевой эффект, это масштабирование во всю, по всему миру. И это формирует некое другое вообще понятие мобильности. В отличие, конечно же, от монорельса, либо подобных решений, обладает намного больше гибкостью решения и формирует облик нового транспорта. И немножко о планах для будущего развития. Юскай планирует, как мы все прекрасно знаем, построить 2,4 километра, полторы мили в Шарже. И это позволит перемещаться действительно на заявленных скоростях, скоростях 150 км в час и продемонстрировать, как будет умещаться в одном транспортном решении и пассажирские перевозки, и грузовые перевозки. На сегодняшний день это не продемонстрировано еще в мире максимально оптимизированное решение, которое не будет удорожать стоимость конструкции, как всей инфраструктуры, строительства, так и трассы. И мы видим уже сравнение с такими решениями, как беспилотные автомобили, как концепт Virgin Hyperloop, хотя по скоростям это несравнимо. Я в своем вебинаре еще чуть попозже скажу, кто действительно сейчас опосредованно является конкурентной технологией, но на самом деле не является ей по отношению к Uniflash, это подвижной состав 500-600 км в час. И я перейду к самому главному, на мой взгляд, потому что просто целый веер мировых репортажей по телевидению пронесся о технологии и компании Unit Sky Stream Technologies. Раньше мы видели на арабских каналах, то есть, знаете, это как подготовка, это как утепление будущей потребительской массы, будущих пассажиров, потенциальных инициаторов адресных проектов, потенциальных, возможно, инвесторов крупных. И видели в основном арабские каналы, то есть, Шаржа и другие, также и радиостанции. Также уже были репортажи 24 News, это Индия. Я не буду останавливаться сейчас и приводить видео, но просто это мощнейший материал, когда на телеканалах, больших телеканалах говорят о технологии. И я могу сказать, что это подготовка, это маркетинговая, мощная подготовка к EXPO 2020. Это все происходит не просто так. И это нам абсолютно на руку, как фонду, который инвестирует в Unit Sky Stream Technologies. Потому что представьте, какой массовый охват среди потенциальных заказчиков адресных проектов со всего мира сейчас формирует веер этих телерепортажей. Я не буду спорить, что текст примерно один и тот же, но всегда ведущие, всегда каналы добавляют что-то от себя. И я не буду спорить, что это подготовленная, массированная, масштабная маркетинговая компания. А что вы думаете, Тесла просто так обрела популярность ранее? Также Илон Маск не так был интересен крупным инвесторам. И всегда по циклу технологий одна технология обретает свой апогей и постепенно идет на спад. Также может произойти и с беспилотными автомобилями, когда будет продемонстрировано мировое решение перемещения транспорта над землей. Также British Columbia Canada, то есть это канадский канал, рассказал о технологии компании Unisky Stream Technologies, румынское телевидение, Antenna One. Также показали, там был более расширенный такой репортаж. Я думаю, что они сами изъявили желание осветить этот мощнейший мировой инфоповод. Также в США прокатилась буквально волна. А почему в США? Я думаю, что так как в принципе сейчас тренд на абсолютную экологичность и оптимизацию транспортных решений. И неоднократно в Unisky Stream Technologies намекали, что работа ведется не только по Европе, не только по Арабскому региону, не только по Ближнему Востоку, но и по другим странам. И не исключено, на мой взгляд, что это в том числе США. Потому что проблема пробок, проблема дорогой перевозки грузов, дорогой перевозки растущей, стоимости перевозки контейнеров, она сейчас стоит очень острым образом. И я покажу аналитику обязательно. Это одно из отличий моих вебинаров, то, что я показываю наложение сегодняшней экономической ситуации, сегодняшней ситуации в логистике, в инфраструктуре. И я вам приведу новые аргументы, которые можно использовать в предоставлении ответов на возражения ваших потенциальных партнеров. Также Foxbat, это Монтана, это США, тоже показали выпуск канала. Также 47 ABC, уже Consumer News, то есть новости потребителя. Вот если даже посмотреть в название этого новостного канала, это фактически формирование информационного аватара в головах людей, каким будет транспорт ближайшего будущего. Видим ли мы такой веер освещения, например, технологии Hyperloop? Видим ли мы такой веер освещения, например, прорытых тоннелей, которые создаются по концепции Илона Маска? Нет, значительно меньше инфоповодов, потому что эти направления, они двигаются уже за счет сформированных брендов основателей компании. И на этом вебинаре я обязательно вам также расскажу, как бренды основателей компании капитализируют и формируют дополнительные взлеты стоимости активов. И, конечно же, стоимость актива после этого будет падать. Также Fox 10, это также США показали репортаж. Также Питтсбург, это Пенсильвания, США тоже показали репортаж. И это действительно просто какой-то вихрь новостей, который пронесся по миру. А Экспо 2020 будет еще в октябре. То есть сколько еще маркетинговых проработок мы увидим. Я хотел бы остановиться и всем осветить, рассказать, что компания Usky, uskytransport.com, вы можете найти в интернете, это компания, которая создана была для работы и взаимодействия в менорегионе. Это официальный ресурс. И мы, как SWC, будем транслировать оттуда обязательно новости и преподносить вам уже с адаптацией, с переводом на разные языки. Здесь нам нечего от себя добавить. Стоит только радоваться и хлопать в ладоши, насколько мощное мировое освещение сейчас получает компания Unisky Stream Technologies. Поэтому пользуйтесь этим ресурсом. Кто знает английский язык, распространяйте информацию, но только достоверную и только ссылкой на этот ресурс. Это официальный ресурс для работы и взаимодействия в менорегионе по подготовке адресных больших коммерческих проектов. И все идет по дороге. Строительство тяжелой трассы в Шарже продолжается. 2,4 километра для демонстрации скоростей 150 километров в час. Мы видим даже изменения библиотеки фотографий в Google Maps. Видим, как развивается научно-инновационный центр в Шарже компании Unisky Stream Technologies. Были проведены работы по подготовке анкерной опоры уже тяжелой линии, четвертой линии и, конечно же, команда. Это мощнейший инженерный научный капитал. Посмотрите, это уже создается в логике roadshow современных стартапов. Потому что я прекрасно знаю эту логику и я прекрасно понимаю, на что идут инвесторы, в том числе на маркетинговое позиционирование. И насколько разноплановая, насколько международная здесь представлена команда. Конечно же, это не вся команда. Это костяк, это ведущие специалисты. И очень много людей являются просто сотрудниками, которые строят, которые делают какие-то подрядные работы. И здесь представлено два решения. Это контейнерные перевозки, которые не имеют аналога в мире вообще. Это один доллар за 100 тонн на километр. И это пассажирский лакшери сегмента, подвижной состав, тропический юникар. Две разработки, две готовые машины, которые будут уже в ближайшее время проданы в виде коммерческих применений на различные адресные проекты. И каждый раз, когда будет формироваться новый адресный проект, наша с вами потенциальная прибыль как инвесторов, как ранних инвесторов компании Unisky Stream Technologies будет расти. И это на самом деле одно из оснований, почему до закрытия 15 этапа стоит войти в качестве инвестора в Unisky Stream Technologies. Потому что потом будут совершенно другие условия. И то, что вот сейчас маркетинговая вот такая очень серьезная проработка происходит, конечно же, как я сказал ранее, это подготовка к выставке в экспо Дубае. Сейчас многие понимают, что подобного решения, как перевозка контейнеров за такую стоимость, не существует в мире. И я хотел бы привести аналитику. То есть у нас тайминг, и я не хотел бы задерживать ваше драгоценное внимание. Но вообще вот затраты на контейнерные перевозки, как из Азии в США, так и в Европу, они продолжают расти. И это крупнейшие товарные пути контейнерных перевозок. Если вдруг будет предоставлено максимально оптимальное, дешевое, безопасное, экологичное, современное, беспилотное, на основе блокчейн, даже, возможно, в ближайшее время решение контейнерной перевозки, то, за что проголосует потребитель, и какое обилие адресных проектов мы можем получить. Напишите просто в чате ваше мнение от 1 до 10, как это спровоцирует интерес контейнерных перевозок. И давайте немножко посмотрим, что сейчас происходит вообще с традиционным транспортным рынком. И сейчас большая проблема именно из-за производства электронных комплектующих. То есть рынок подобных вещей сейчас максимально в дефиците. Поэтому система автоматизированного управления должна быть продумана таким образом, чтобы максимальное количество приборов, деталей, которые сейчас в дефиците, было использовано. И что-то мне подсказывает, что коллектив, сформированный под руководством инженера Юницкого, обязательно решит и эту проблему. Потому что нехватка подобных вещей, она сейчас коренным образом влияет на автомобильную промышленность и вообще на стоимость автомобиля. И давайте посмотрим вообще, что сейчас является, так скажем, основой инфляции. И уже использованные автомобили и грузовики, то есть те 80%, которые перемещаются по рынку Европы, по рынку США, новые автомобили, вы видите, в меньшей степени влияют. Но мы вернемся к слайду, что сейчас затормаживание происходит, производство новых автомобилей, как грузовых, так и пассажирских. Из-за того, что в принципе сейчас платформенные решения по именно начинке электроникой автомобилей, ну невозможно что-то сократить и оптимизировать, потому что, ну уже оптимизировать в принципе некуда. То есть это говорит о том, что вообще сейчас автомобильная промышленность постепенно достигает своего апогея, уже страдает от нехватки и недостатка различных электронных элементов и блоков. И немножко, чтобы у всех сложилось понимание, я расскажу про то, что сейчас было сделано, ну буквально за этот квартал велась подготовка, велась маркетинговая напитка различными новостями от Virgin Galactic, что будет совершен первый полет и выхода у основателя компании в принципе не было. Потому что если полет не был совершен, то активы этой компании, они не стали бы расти в цене. И в принципе игра бы не стоила свеч по формированию всей этой вроде как космической гонки. Но на самом деле решение как такового нового не было предоставлено. Был предоставлен некий концепт туристической отрасли, это космический туризм. И да, прогнозируется, что 3 миллиарда, может быть, достигнут потенциал этой отрасли, что был произведен полет с Ричардом Брэнсоном. Но если посмотреть на стоимость активов, сначала активы росли, росли потом стремительно. Потом, естественно, слабые, не особо разбирающиеся игроки рынка стали стремительно приобретать эти активы. И многие люди, которые являются не совсем грамотными инвесторами, пострадали. Потому что вот это, я могу вообще недалеко сказать, ушло направление от волатильности в криптовалютах. Потому что вот многие приобрели и сейчас находятся в минусах. Компания заработала. И также оборот экономики США произошел. То есть, почему это происходит? Так как, в принципе, инфляция сейчас развивается серьезным образом. И она только растет. Огромное количество триллионов долларов было уже отпечатано в фонде. И будет отпечатано еще больше. Об этом сказали официально ФРС США. Что если потребуется отпечатать больше, то будет предоставлено специальное разъяснение. И ликвидность центробанков будет повышаться еще больше. Но кто же будет платить эти долги? Вопрос в другом. И, конечно же, Джефф Безос также стал следовать космической программе. И вот здесь я немножко отмечу такой факт. Может быть, не все знают этот факт. Но вообще Илон Маск с SpaceX, именно космическое направление, получал множество именно государственных дотаций. То есть это и NASA, и, в принципе, это вроде как коммерческая компания, а вроде как и полугосударственная компания. И очень быстро была одобрена лицензия для полета человека в космос под именно соусом запуска космической программы компании Джеффа Безоса. И Джефф Безос даже формировал в своих концептах, и это было освещено в мировых СМИ, колонизацию ближнего космоса. То есть строительство космических домов. Но это концепт, это концепт именно в виде визуализации, приближения, без инженерного расчета, без создания какой-либо модели. И давайте посмотрим на долгосрочную дорожную карту развития проектов Анатолия Эдуардовича Юницкого. И Анатолий Эдуардович сейчас удивительным образом совмещает возможность параллельного развития направлений в той логике, на том этапе, на котором сейчас это необходимо сделать. И мы видим компанию астроинженерные технологии, это уже компания в логике развития Spaceway. И как раз вот этот сайт, он полностью показывает развитие в логике космизма. И здесь написано, что каждый проект астроинженерной технологии абсолютно реален, абсолютно рассчитан и смоделирован. То есть это не просто какое-то предположение, визуализация, как было у Жака Фреско, например, с его линейными городами. Нет, это уже инженерная разработка. И при наличии финансирования это можно будет реализовывать. И сейчас вы видите, насколько тренд космизма набирает обороты. Почему же он набирает обороты? Да просто мировая экономика сейчас должна получить какую-либо подпитку во избежание серьезного краха. И все это понимают, что нужно двигаться в новые области, в новые сферы и начинает с космического туризма. Осторожно, но несмотря на это, стоимость активов, которые занимаются космизмом, растет. И это мы наблюдали, растет и падает. То есть это тоже стоит помнить. Это мы наблюдали по компании Virgin Galactic с Ричардом Брэнсоном. И сейчас, буквально на днях, также уже полетел в космос Джефф Безос. И мы видим, что этот тренд набирает обороты. И в этой логике не какие-то такие вот спонтанные движения предусмотрены Анатолием Эдуардовичем Юницким. А большая дорожная карта развития, которая сможет генерировать доход уже при создании общепланетарного транспортного средства. Но это футурология, это пока что будущее. Но стоит понимать про тренд и про то, что заложены в дорожной карте развития Анатолием Эдуардовичем Юницким. А мы с вами, как вообще партнеры, инвесторы Sky World Community, мы уже формируем структуры взаимосвязи, команды. Возможно, и по этому направлению также, если дадут возможность входа средним и мелким инвесторам. Но в логике того, что все инвесторы являются потенциальными потребителями транспортной инфраструктурной технологии, я уж не говорю о космической индустрии, то мы, как Sky World Community, будем добиваться и проводить переговоры, чтобы и в таких глобальных масштабных гигапроектах мы участвовали. И давайте я немножко другое свищу, потому что мне очень много новостей приходило в личку о том, что, Алексей, посмотри, запустили поезд на электромагнитной подушке, он достиг скорости 600 км в час. А что у вас там с высокоскоростным транспортом? Когда будет построено? Вот они уже построили, а вы еще нет. Но давайте посмотрим несколько с другой логики. Я вам показал инфляцию, я вам показал накачку триллионными долларов экономики США, и поэтому происходит развитие космической индустрии, так как это возможность наращивания такого пузыря компаний, которые занимаются космизмом. И это мы видели в буме доткомов. То есть теоретически это абсолютно реально и возможно повторить. И я могу сказать, что сейчас экономика США также испытывает достаточно серьезные кризисные явления. И посмотрите, насколько сократился вообще объем и происходит падение крупнейшего банка Китая. И не говорится уже о других также банках Китая. Вообще сейчас Азия становится одной из стран, которая является той областью, тем обилием стран, которые могут спровоцировать виток новой экономической депрессии. И, конечно же, как карточный домик начнет потенциально вся мировая экономика страдать и схлапываться. И поэтому в том числе был продемонстрирован, на мой взгляд, первый в мире разгоняющийся до 60 км в час поезд на магнитной подушке. Для наращивания оборотов и раскрутки маховика экономики Китая. Потому что она сейчас испытывает действительно серьезные сложности и проблемы. И транспортная инфраструктура это на самом деле одно из тех направлений, которое, да, действительно может спасти экономику страны и спасти мировую экономику, если это совершенно новая идея, если это большие коммерческие проекты, и если это самое главное дорожная карта развития на 10-20 лет вперед. Да, испытания произошли 600 км в час. Замечательно. Но давайте вспомним, что было ранее. И была ли технология поезда на электромагнитные подушки испытано ранее и продемонстрировано. Немножко возвращаемся назад. 2016 год. И вспоминаем аварию Трансрапида. Это была трагедия вследствие либо ошибки диспетчеров, либо ошибки в системе автоматизированного управления. Но, тем не менее, это произошло. То есть сервисный вагон, который чистил трассу, столкнулся на скорости 200 км в час с идущим подвижным составом. И это говорит о том, что были некоторые, видимо, уязвимые места. Потом Китай, в принципе, сказал, что будет развивать сам технологию поезда на магнитной подушке. И, в принципе, он сейчас это все продемонстрировал. То есть в плане экономической стратегии это абсолютно верное решение пойти в область такой серьезной транспортной инфраструктуры и стать лидером на время. Но что следует это для Uniflash? Значит, Uniflash по всей логике на несколько километров в час, но нужно будет преодолеть эту скорость. И на несколько километров в час, на мой взгляд, это возможно будет. Это будет новый рекорд, когда настанет время и будет построена трасса на чуть больше 30 км и будет продемонстрирована скорость 500-600 км в час. Причем это произойдет постепенно. И далее, соответственно, может быть произведен достаточно серьезный фурор. Напишите, пожалуйста, вообще, кто в курсе об этой аварии. Анатолий Эдуардович неоднократно говорил про TransRapid. И я уж не говорю про стоимость. Это примерно 50 миллионов долларов еще в 2006 году было за километр. За километр трассы. Я думаю, это не включая станции, не включая другую инфраструктуру. И когда появляется абсолютно оптимизированное транспортное средство, которое может быть как и электроподом, то есть подвижным составом, беспилотным для небольшого количества людей и заменить среднюю авиацию, например, элитного класса для перемещения внутри континентов, а потом и через континенты. И также больших пассажировместимости подвижных составов, которые могут потенциально заменить концепцию TransRapid и так далее, потому что концепции вообще несравнимы по оптимизации, по безопасности, по экономичности, по сложности либо простоте строительства. Это не конкурентные сферы. Но вы видите, что гонка в скоростном транспорте, она также сейчас продолжается. И именно транспортная, инфраструктурная сфера может спасти экономику любой страны, потому что это гигантские проекты, которые напитывают ликвидностью рынки той или иной страны очень просто. Я не раз говорил, что действительно, на мой взгляд, технологии компании Unitsky Stream Technologies могут быть одним из спасательных экономических стимулов для развития экономики. Вспомним, что произошло по сравнению с 2009 и 2020. И в 2020 намного более худшая ситуация была по рецессии стран. То есть многие страны сейчас уже испытывают серьезные экономические проблемы. Поэтому потенциал рынка Unitsky Stream Technologies, он просто неимоверный и гигантский. Мы находимся не в начале развития, но в начале глобальной экспансии коммерческих проектов. Поэтому, находясь здесь, важно принять и вовремя правильное решение. Потому что потом такой возможности, которая бывает раз в 100 лет, может никогда не быть. И 15 этапов закроются, и можно будет инвестировать, если будет возможность хода только в конкретные адресные проекты. Но компания Unitsky Stream Technologies имеет свои миссии повышения качества жизни каждого живущего на планете Земля. А мы имеем миссии, как SkyWorld Community, финансировать наше будущее и создавать его вместе с такими компаниями, как Unitsky Stream Technologies. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Я надеюсь, не отнял у вас много времени. На этом вебинаре я постарался предоставить меньше фактов, чтобы не загружать ваше внимание. Но поставьте от 1 до 10, как вам информация, которую я сегодня предоставил в качестве новых документов. Потому что, конечно же, я не могу предоставить из пальца, высосать какие-то новости, которых не существует в логике Unitsky Stream Technologies. Я никогда не буду этого делать. Потому что сейчас тот этап, который будет просто генерировать новость за новостью. Мы на серьезном маркетинговом этапе в качестве наблюдателей, как SkyWorld Community. И мы внутри переформатируемся также очень мощно. Поставьте плюсы. Возможно, здесь присутствуют те лидеры, которые присутствовали на стратегической сессии по формированию максимального количества ответов на возражения. Это была закрытая встреча с нашим ментором Натальей Ивановой. И я думаю, что многие из вас уже посмотрели эти закрытые не вебинары, но мастер-классы от Натальи по поводу 10-20 ошибок, которые допускаются при продаже нашей продукции. И то, что нам следовало сделать еще раньше, но так стремительно развивались, что не было времени остановиться и подумать, мы делаем сейчас, мы делаем в логике уже для серьезной экспансии и масштабирования с помощью системы автоматизированного обучения и адаптации партнеров SkyWorld Community по всему миру. Кто, если не мы? Потому что за нами финансирование целой новой отрасли и инфраструктуры. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Буквально на один-два вопроса я готов ответить. Спасибо. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья.